МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии РНТВ Игорь Прокопенко. Здравствуйте! Сегодня на нашем канале День секретных территорий. Есть ли хоть одно вещественное доказательство существования инопланетных цивилизаций и чем грозит нам наше будущее? И еще. Многое из того, что вы сегодня услышите, будет впервые. Итак, сегодня вы увидите. Каким местом, мы думаем, и любим на самом деле? Сто миллионов нейронов, которые присутствуют в нашем животе, они, в общем-то, имеют и прямую связь с нашим мозгом. Почему борщ и котлеты не всегда залог семейного счастья? Если в семье конфликт, то хорошая хозяйка не будет мяса предлагать. Как подобрать ключ к сердцу мужчины? Пища, которую женщина готовит, она является амулетом защиты для мужчины, для ребенка. Смотрите научно-популярный фильм «Пиршество разума». Она воскресла из мертвых. Он проверил все медицинские архивы и сказал, как бы я ни смотрел на это, ты должна была быть мертва. А он встал после паралича. Тут нас не обмануй, такого не бывает. Кому в жизни дается второй шанс? По вере ему воздастся. И что скажут ученые о чудесных исцелениях? Смотрите в документальном проекте «Всем смертям на зло». От кого мы произошли? Есть множество новых существ, которых находят на нашей планете. И кому подражали в древности? Для меня было интересно, зачем пытаться делать свои головы более продолговатыми? На что способно наше подсознание? Лучшими экстрасенсами являются дети. Где прячется душа? Разум человека окутывает наше тело. Человек – самое загадочное существо на планете. Чего мы не знаем о себе? Документальный проект «Приключения древних существ». Кто подделал мумию Тутанхамона, а затем убил всех, кто знал об этой фальсификации? Что участие в кироскопах отмечали многие странности. И чтобы они не стали достижением властности, людей просто убирали. Зачем нужно было монашескому ордену из Ватикана придумывать историю древнего Китая? Нужны были особые врезки, чтобы объяснить, почему в истории есть пробелы. Например, были акты сожжения книг, а после этого все начинается заново. Античные Олимпийские игры. Были ли они на самом деле? Сама статуя Зевса, которая восхищала всех, это одно из семи чудес, свет на всякий случай было. Ничего там нету, она куда-то исчезла. Грандиозная афера в истории древних цивилизаций. Документальное расследование – ложная история. Однокашник. Откуда взялось это слово? Принято считать, что дело было так. На Руси в школах когда-то давно шкалерам давали кашу. Значит, те, кто вместе ее хлебали, то есть вместе учились и есть однокашники. Логика в этом есть, хотя и с натяжкой. Потому что если речь просто о еде, то почему тогда не однохлебники или однокомпотники? Но все встает на свои места, если иметь в виду древнерусское значение слова «каша». Мало кто знает, что каша – это не вареная крупа, это веселье, это радость, это озорство. Но ведь согласитесь, когда мы встречаем своих однокашников, вспоминаем мы не школьную столовую, а самое светлое и веселое – все наши забавы и проказы. То, что греет душу потом всю нашу взрослую жизнь. То, что на нашем родном, но давно забытом языке и называлось когда-то волшебным словом «каша». Чем на Руси кормили своих мужчин русские красавицы, чтобы первым родился мальчик? Почему на мужских застольях никогда не присутствовали женщины? И какие традиции древнерусской кухни для современной науки сегодня становятся настоящим откровением? Об этом в нашем историческом расследовании «Пиршество разума». Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Мало кто знает, что под этими словами подразумевается особенность организма, которую только недавно открыли ученые. Результаты научных исследований однозначно показали – в брюшной полости каждого человека располагается еще один автономно действующий мозг. Число нервных клеток в желудке и в кишечнике человека достигает ста миллионов. Это намного больше, чем даже в спинном мозге. Вот эти сто миллионов нейронов, которые присутствуют в нашем животе, они, в общем-то, имеют и прямую связь с нашим мозгом. Они управляют многими нашими чувствами и качествами. Брюшной мозг, подобно чулку, охватывает пищевод, желудок и кишечник. Самое невероятное, что этот орган наделен теми же свойствами, что и головной мозг. Они похожи даже внешне. Вы знаете, дело в том, что если так сфотографировать нашу голову, то не всегда скажут, где мозги, а где живот. Они очень похожи по внешнему виду, по укладке. Оказывается, брюшной и головной мозг работают в постоянном взаимодействии, друг с другом. При этом до 90% нервных импульсов идет от брюшного мозга к головному, и лишь 10% команд поступает в обратном направлении. Головной должен быть развит для того, чтобы обеспечить мозг животный, который у нас отвечает за базовые инстинкты. Как это ни парадоксально звучит. А живот обеспечивает хорошее функционирование головного мозга, то есть две взаимосвязанные величины. Как выяснилось, между головным и брюшным мозгом есть четкое распределение обязанностей. Если головной мозг отвечает за интеллектуальную деятельность, то брюшной, помимо всего прочего, ведает нашими эмоциями и интуицией. У человека есть интуиция, так называемая подсознательная реакция на изменение окружающего пространства, и сознание, сознательная, осмысленная реакция, где логика присутствует. Так вот, первая реакция обычно интуитивная, и она связана с солнечным сплетением. Не зря называют солнечное сплетение – это концентрация нервных пересечений в районе диафрагмы у нас. И это чувствилище, так называемое, у человека. Если вдуматься, многие выражения, которые обозначают эмоции, так или иначе связаны с животом. Когда нам кто-то не нравится, нас от него тошнит. Когда мы переживаем, у нас сосет подложечкой. Когда резко пугаемся, у нас приключается медвежья болезнь. А когда влюбляемся, в животе порхают бабочки. Брюшной мозг очень быстро реагирует на любое эмоциональное потрясение. А потом, уже вдогонку, начинается высшая нервная деятельность. Осмысление того, что произошло и как нужно действовать дальше. Вот почему очень многие из нас заедают стресс первой попавшейся пищей. В организме мужчины эти процессы протекают наиболее явно. Для самонастройки мужчины, как мужчины, ему очень нужно состояние удовлетворенности базовых форм существования. А это связано с питанием, с энергетикой, с адреналином, тестостероном, другими гормонами, которые дают мужскую особь, выделяют в особую. Альфа-самец – это доминирующий мужчина в любой стае. Оказывается, многие народы давно это заметили и делили пищу на мужскую и женскую. Верблюжатина – традиционная пища аравийских кочевников. Самцы-верблюда отличаются недюжинным сексуальным аппетитом. Поэтому их мясо кочевники наделяют волшебным свойством разжигать мужскую страсть. Особенно ценится верблюжий горб. Он считается деликатесом и употребляется в особых случаях, в том числе во время религиозных праздников. Паштет из верблюжьего горба – традиционное мужское блюдо. Арабы верят, что он продлевает долголетие и дарует мужскую силу. Готовить его для мужчины должна непременно женщина. Причем только самое любимое. Костых мужчин паштетом не кормят. Ведь он повышает влечение к женщине. А внебрачные связи в исламе запрещены. Женщинам верблюжатину можно. По поверьям, особой пользы или вреда она им не принесет. А вот беременным есть мясо верблюда категорически воспрещалось. Чтобы беременность не продлилась, как у верблюдицы, 12 месяцев. В разных странах мира существует немало блюд, которые считаются исконно мужскими или традиционно женскими. Что же готовить своим мужчинам, чтобы они всегда оставались здоровыми и полными сил? Мужской пищей мы в первую очередь считаем горячую, острую. Наверное, мясную, потому что женщина не склонна к убийству. А мужчина у нас субвоин, поэтому он не комплексует из-за того, что этого барашка убили перед тем, как сделать из него шашлык. Наоборот, даже какой-то охотничий азарт, он тут разогревается. Это вот классические примеры такой мужской активной центробежной силы пищи. Мясо считается основной мужской пищей. Если женщина зачастую может прожить на рыбе, овощах, крупах, то мужчина без мяса слабеет на глазах. Ряд древних философских учений связывает это с тем, что основной энергией мужчины является огонь, даруемый солнцем. Если мужчина у нас солнце, это действительно так, он имеет солнечную энергию больше, значит, он не то, что больше он ее имеет, она во всем есть, но он созидает, он открывает. Значит, он должен иметь, в его пище должно быть больше продуктов, которые имеют горячую энергию с острым послевкусием. Также мужской огонь питают другие горячие продукты. Прежде всего специи. Каенский перец, чили, имбирь, хрен, кардамон, кумин, куркума. Они разжигают огонь внутри организма и увеличивают энергоотдачу. Значит, горячая потенция будет распространяться по всему организму, не будет концентрироваться в одном месте. То есть в данном случае специи, которые обладают послевкусием острым, можно сказать, что это как такие транспортеры энергии каждой нашей клеточки. Удивительно, но многие любящие пары интуитивно доходят до этого знания. Александр Лавер и Екатерина Рябова – совсем молодая пара. Они познакомились на детском Евровидении. Сначала пели дуэтом, потом начали встречаться. Окончательное покорение Саши произошло в тот вечер, когда Катя первый раз приготовила ему ужин. Когда она приготовила мне этот стейк, то я понял, что все, я попал. Что было очень вкусно, и она меня сразу покорила стейком. Ну, конечно, не только стейком, но и им закрепила свою репутацию. С блюдом для первого ужина девушка попала в точку. Угадала случайно или почувствовала сердцем. Так или иначе, выбрав для ужина стейк, Екатерина не ошиблась. На самом деле я люблю стейк. Я прям мясоед, потому что это белок, это мышцы, это важно для мужчин кушать мясо. И так вышло, что я приехал к ней в гости, она приготовила нас настоящий такой стейк вкусный. И мне он очень понравился. Это первое блюдо, которое она приготовила. И начало просто было супер. Она очень вкусно приготовила. Видно, что она старалась. И мне кажется, что то, что с любовью, наверное, приготовила. Но Екатерина приготовила возлюбленному не просто стейк по традиционному рецепту. Она взяла самую лучшую говядину, оливковое масло и черный молотый перец. И добавила самое главное – настроение. При приготовлении какого-либо блюда я включаю свою любимую музыку. Я пою и добавляю тройную щепотку любви. Потому что я считаю, что все эти компоненты, они тоже играют роль. Ряд восточных философских учений утверждает, что это не просто суеверие. Пища, которую готовила любящая женщина, послужит мужчине не только едой, но и оберегом. Готовить нужно в хорошем настроении и с правильными мыслями. А когда человек готовит для конкретно какого-то человека, значит, он же делает для него специально. Он думает об этом. У них есть общая матрица, общая атмосфера, общая аура, общая задача, какая-то любовь. То есть считается вообще пища, которую женщина готовит, она является амулетом защиты для мужчины, для ребенка. Амулетом защиты. То есть мужчина, который поел и взял с собой пищу, приготовленную женой, с ним ничего не случится, когда он поедет куда-то. Ученые подтвердили, острое, горячее, кислое разжигает страсть, стимулирует обмен веществ, а значит и активность организма. После таких продуктов повышается общий тонус. Человек становится более целеустремленным и решительным. В нем просыпается агрессивность и стремление к великим свершениям. Иными словами, в нем пробуждаются мужские черты характера. При попадании этих горячих ингредиентов в организм, они вызывают повышенную отдачу в митохондриях. Обмен веществ в энергетическом депо клетки резко усиливается. То есть у нас есть митохондрии, которые отвечают за энергообмен. Усиление деятельности, значит сразу выделение тепла, повышенный мышечный тонус и все остальные вещи, связанные с готовностью к большим нагрузкам. Вот эти ингредиенты горячие, как перец, имбирь, хрен и так далее, они усиливают. Кстати, наука объяснила даже тот факт, почему в славянских странах особенно ценится умение женщины не просто готовить, а варить борщ. Оказывается, это блюдо содержит идеальное сочетание необходимых мужчине продуктов. Главное условие – борщ должен быть обязательно жирным, наваристым. Важнейшие антиоксиданты в нашем организме, отвечающие за мужскую функцию, за восстановление кожных покровов, зрения – это жирорастворимые витамины. Без жира они не усваиваются. Поэтому борщ должен быть с пленочкой жирной, окрашенной немножечко в желтоватый или в оранжевый даже цвет. Это присутствие витамина А, каротиноидов, и витамина Е. Правильно сваренный борщ содержит практически весь спектр витаминов. Кроме того, капуста, свекла, морковь, картошка дают борщу множество важных для мужского организма микроэлементов. Вытяжка получается концентрат микроэлементов и витаминов, которые в горячем виде поступают в организм и способствуют быстрому восстановлению, усвоению. И, в принципе, это мужская еда. Если женщина хочет, чтобы ее мужчина был здоров, силен, будет варить борщ. Специалисты в один голос утверждают, с помощью специальной диеты женщина может изменить характер своего мужчины. Мямлю сделать решительным, слабака сильным, ленивого активным. Если у мужчины мало воли, может, мама его больше кормила, не проявляла в нем мужские качества, особенно если без отца, например, рост только с мамой. И мама все больше стряпает, такая пища женская. И у него может быть меньше такой мужской проявленной воли, то женщина может это корректировать. Она может добавлять в пищу красный перец, черный перец, который имеет горячую потенцию и острый вкус. Если женщина видит, что любимый пришел домой раздраженным и агрессивным, она может с помощью правильно приготовленной еды успокоить его, помочь расслабиться и даже погасить назревающий семейный скандал. Или если в семье конфликт, то хорошая хозяйка не будет мясо предлагать, не будет перцем посыпать, если недомолвка есть в семье. Она станет молочно-кислые продукты ставить на стол, овощные блюда. И сразу же конфликтная ситуация гаснет, замедляется. Потому что человек так устроен, что если избыток сил, их нужно куда-то деть. И он, значит, оттачивает свое мастерство на ближних. А если все тихо и хорошо, избытка-то нет. Куда мне тратить силы? И конфликтная ситуация затихает. Женские блюда можно немного модернизировать, подстроить их под мужчину. Особенно важно это для жителей больших городов, которые употребляют в пищу в основном рафинированные продукты. Рафинированные – это белый сахар, белая мука. Это пища, которая содержит много слизи. Слизь – это есть тоже женский гормон, усиливает элементов земли, воды. Если мужчина будет употреблять слишком много рафинированных продуктов, например, булочек, в нем начнут преобладать женские качества. Он может стать более мягким, ленивым, безвольным. Но при грамотном составлении меню этого можно избежать. К примеру, вот тот же кардамон. И он обладает горячей потенцией, то есть энергия его горячая, а послевкусие – острое. И если мы кардамон будем добавлять в тесто при изготовлении каких-то десертных блюд, то застойные явления слизи будут устраняться, он будет подсушивать их. И тогда мужчина не будет терять своих волевых качеств. Древняя индийская наука о здоровье, аюрведа, гласит, в природе нет только женских или только мужских видов энергии. И хотя в мужчинах преобладает огонь, а в женщинах вода и земля, все эти элементы присутствуют в каждом человеке. Поэтому женская пища, например, сладости, мужчинам не принесет вреда, если, конечно, не злоупотреблять. Более того, определенная доля женской пищи мужчинам даже необходима. Можно мужчину кормить пищей, возбуждающей в нем мужские качества, агрессию, тестостерон, адреналин, но мужчина быстро сгорит. Его потенциал, здоровье, на короткий срок порох мы сожгли, а дальше уже он превращается в тряпочку и погибает, вообще говоря. Современная наука объясняет это явление так. В мужском организме есть некоторое количество женских гормонов, например, прогестерон. Он жизненно необходим мужчине, а значит, главе семейства непременно нужны продукты, которые стимулируют его выработку. Его кормят салатами и вообще всякой зеленью, усиливая прогестерон, который тоже у мужчин есть, только в несколько раз меньшей концентрации, чем у женщин. Иначе мужчина был бы из одних костей собран. То есть если не хватает прогестерона у мужчины, то это сухопарый, такой костлявый, кощей бессмертный, можно сказать. Поэтому женский гормон прогестерон в небольшом количестве мужчине тоже нужен, иначе подкожного жира не будет. Но все-таки мужчинам и женщинам нужна разная пища. Об этом говорит и тот факт, что во многих культурах в старину мужчины и женщины ели отдельно. Сегодня принято считать, что разделение столов было связано с приниженным положением женщины. Однако традиция разделять стол была и у тех народов, которые признавали в женщине полноправного человека. Например, у древних славян в часы приготовления пищи мужчина даже не мог зайти в то помещение, где готовилась еда. Для чего это было сделано? Это было сделано прежде всего, чтобы сохранить, потому что у мужчины тоже, у него мужские энергии, ему нужно тоже определенное пространство для того, чтобы себя проявлять и как энергия, и как мужчина. Соответственно, у женщин то же самое. Для детей и для стариков отводились другие места. И поэтому жилища, они, вот, традиционные славянские, строились именно так. Соответственно, это напрямую было также связано и с питанием. Во времена язычества на Руси говорили, не женятся на тех, с кем вместе едят. Славянские женщины, обладавшие большой долей свободы, зачастую ни в чем не уступали мужчинам. Вместе работали, вместе охотились и, разумеется, вместе ели. Однако на таких женщинах жениться было не принято. Казалось бы, что плохого, если парень и девушка все делают вместе, как брат и сестра. Но в этом и заключался подвох. Совместная трапеза делала людей родными, а браки между родственниками не поощрялись, даже между названными. Впрочем, девушки, которые занимались мужским промыслом, вовсе не были отверженными. Они вполне могли выйти замуж и завести детей. Однако прежде им было необходимо вернуться к женским занятиям и женскому столу. Если женщина хочет быть успешной в бизнесе, ей приходится принимать мужскую пищу, мужские напитки для того, чтобы быть более боевой, более активной, то, что не свойственно изначально по биологии. Если женщина как мать, как подруга, как жена декабрист, конечно, она должна принимать другую пищу для того, чтобы активизировать в себе другие качества. В современных условиях кормить мужчин и женщин отдельно невозможно. Вряд ли найдется хозяйка, которая захочет готовить для мужа и сыновей, а потом еще для себя и дочек. Однако этого и не нужно. Исследователи славянских традиций Максим Едлин и Елена Волкова предлагают, например, кашу, которая идеально подходит для завтрака. Варится она одинаково и для сильной, и для прекрасной половины. Соответственно, сегодня мы будем готовить солодовую кашу, так как солод – это пророщенное зерно. И, как известно, пророщенное зерно, оно всегда имеет в 10 раз большее количество витаминов и полезных веществ. То есть, грубо говоря, это усиление свойства, качества зерна. Соответственно, такая каша, она весной будет очень полезна. Теперь, когда солодовка готова, мы накладываем ее и просто будем добавлять разные добавки. Мужчинам кладем тыквенные семечки – источник растительного белка и цинка, в котором мужской организм нуждается в 8 раз больше, чем женский. Если в деревнях мужик крепкий, то есть это, как правило, касаясь сажень в плечах, то есть очень крепкий, сильный мужчина. Соответственно, цинк в этом плане играет роль, очень важную для мужчины в том отношении, что он стабилизирует работу внутренних органов таким образом, что он все время на подъеме этих физических сил. Достаточно быстро восстанавливаются силы в организме за счет этого элемента. Женщинам льняные семечки, а также сушеную вишню. В них содержатся те микроэлементы и витамины, которые необходимы женскому организму. Женщине мы положим в тарелку вишню, потому что вишня считается, что она омолаживает, она хорошо обновляет кровь, улучшает цвет лица, и поэтому эта ягода очень хороша для женщин. Причем сушеной вишней все эти свойства сохраняются. Запивали завтрак наши предки травяными чаями. Травки тоже были женские и мужские. Мужской чай у нас с чабрецом. А женский чай у нас с душицей. Можно завтракать. Можно завтракать. Традиционная женская еда, сладости, овощи и фрукты, молочно-кислые продукты. Скорее рыба, чем мясо. Скорее тушеная, чем жареная. Скорее теплая, чем горячая. Скорее ароматная, чем острая. То, от чего замедляются процессы энергообмена, энергоотдачи. Человек становится спокойным, его нервная деятельность и физиологические процессы стабилизируются. Женскими продуктами считаются молочно-кислые и овощные в основном. Для женщин это в первую очередь. А также крупы. И в таких крупах, как гречка, пшенка, там содержится баланс микроэлементов, которые способствуют выработке прогестерона, женского гормона. А также в овощах много. Особое внимание в женском рационе всегда уделялось продуктам, которые стимулируют детородную функцию, помогают зачать, выносить и выкормить ребенка. Поэтому женщинам очень полезна рыба. Тунец, например, сардины, кефаль и особенно вот семга, красная рыба, кита, там много элементов предшественников прогестеронов. И сельдь, конечно же. Оказывается, в жирных сортах рыбы содержатся женские протогормоны, предшественники прогестеронов и других гормонов женского ряда. Для их производства женщинам также необходимо большое количество белка. А это рыба и кисломолочные продукты. В кисломолочных продуктах очень много тех элементов, которые способствуют выработке женских гормонов. Поэтому женская диета иногда яйца, но всегда творог, крупы, кисломолочные продукты, зелень. Вот эти ингредиенты. Йогурт, кефир, сметана и особенно творог обладают еще одним полезным свойством. Они восстанавливают кальций, который необходим женскому организму гораздо в большей мере, чем мужскому. При многих женских функциях и при вынашивании детей особенно, потому что кальций является наряду с фосфором основой костной ткани. Если женщина во время беременности не потребляет творог, то у нее вымываются из костей, из зубов и тут большие потери. Кстати, именно из-за кальция женщинам следует осторожнее относиться к кофе. Многие из нас не представляют свое утро без этого бодрящего напитка. Однако, никто не задумывается, что злоупотребляя кофе, мы вымываем из организма кальций. Длительное употребление кофе, в большом количестве особенно, приводит к ломкости костей, ухудшению качества кожи, ломкости волос. Волосы перестают быть гладкими и шелковистыми. И обретение более мужественных каких-то кондиций. Поэтому кофе нужно пить с осторожностью. И если вы употребляете любительницы кофе, то вам нужно больше творога. Больше бразильского ореха, в котором много кальция. Аюрведа учит, что один из самых полезных продуктов на Земле это топленое сливочное масло. Оно несет в себе полезные свойства всех трав, которые съела корова, прежде чем дать молоко. Это очень бескорыстное животное. У нее нет никаких страстей, никаких особых желаний. Она такая туповатая. Но у нее очень много материнских качеств. Потому что у нее никогда молоко не истощается. И не важно, кто будет молоко ее брать. Она не смотрит за этим. И всегда есть молоко. Она его отдает бескорыстно людям. В данном случае мы у нее берем это молоко. Поэтому корова считается священной, потому что она в Индии, например. Потому что это самая бескорыстная мать. Топленое масло дарит женщине нежность, мягкость и пластичность. А это именно те качества, которые каждый мужчина хочет видеть в женщине. Поэтому у всех народов женская пища нацелена на смягчение характера и обретение равновесия. Ну, способствует тому... Если она мягкая и пластичная, значит, нет в ней блоков никаких. У нее нервная система в порядке. Она мягкая, гармоничная становится. Современные научные открытия перекликаются с древнейшим учением аюрведы. Оказывается, миролюбие человека напрямую зависит от уровня кислотности его крови. Так вот, PH крови смещается в кислую сторону и агрессивность повышается, если мясная пища присутствует. И растительная пища, крупы, каши способствуют ощелачиванию элементов крови, спокойному состоянию, умиротворенному. И поэтому, если говорить о женском типе питания, то меньше мяса, больше зелени, круп, умиротворенная пища вот такая. Однако, совсем без мужских продуктов женщина также не проживет. Ведь в ее организме тоже вырабатываются мужские гормоны. Например, тестостерон. Тестостерон находят в плаценте у женщин при вынашивании ребенка, будь то девочка или мальчик, кто рождается. Тестостерон необходим для балансировки энергетического состояния мамы и ребенка этот же самый тестостерон. Он же вырабатывается женскими яичниками, не только мужскими, но и женскими половыми железами. И только примерно в 4 раза меньше вырабатывается женскими, чем мужскими. Если выработка тестостерона в женском организме ниже нормы, наступают вялость и апатия. Женщина становится капризной, пассивной и зависимой. Значит, регулируется больше питание чем? Опять же, искусством сочетания вкусов. Кумин, который куркума и черный перец, он подходит и мужчине, и женщине, потому что горячая природа, ей тоже нужно быть иногда, то есть горячая энергия, а после вкус сладкий, острый. Ей тоже нужно эти качества иметь, потому что у нас температура, у нас средняя полоса, не жаркая страна. И она, как женщина, как воплощение луны, холодной энергии, она не должна быть. Тогда она будет, как вечная мерзлотень, раскрытая ее будет сущность. Поэтому дамам необходима и мужская пища, мясо и специи. Просто употреблять их нужно в меньших количествах, иначе у женщины есть опасность утратить те черты, которые так привлекают мужчин. Мясо усиливает выработку мужских гормонов, тестостерона, адреналина и других стероидов. И у женщин то же самое. Необходимо вырабатывать гормоны женские, которые легче всего синтезируются тоже из мясной пищи. Но для женщины избыток тестостерона и адреналина женщина тоже становится агрессивной. Анастасия Хильченко проверила. Мужской рацион не слишком благотворно сказывался на ее организме. Долгое время она питалась всем, что под руку попадется. Попадалось в основном мужское. Пельмени, бутерброды, полуфабрикаты, макароны с сыром, жареная картошка. Если добавить к этому фастфуд и чипсы, становится понятно, почему Анастасия долгое время не могла похудеть. На этой фотографии мне 16 лет. Я думаю, вес не имеет значения в моем случае, поскольку у меня очень маленький рост. И там вес 55 килограмм, для кого-то покажется, что это очень мало, но при моем росте это сразу визуально становится видно. Поэтому вес для меня никогда не был каким-то, ну не имел никакого значения. Для меня имело значение, если что-то лишнее в моих бедрах или где-то там еще. Поэтому вот, собственно, здесь тоже мне лет 17-16, я точно не помню. Вот я такая вот была мясистая, красивая девушка. В один прекрасный момент Анастасия нашла в себе силы резко изменить свою жизнь. Перемены начались с того, что она начала как можно больше двигаться и полностью отказалась от вредных продуктов. Теперь ее рацион состоит почти исключительно из полезной женской еды. Я очень люблю парные овощи. Ну, какой-то такой вот специальной диеты у меня не было. Это просто вот в голове что-то выработалось. Готовит Анастасия в основном в пароварке. Придерживается принципа раздельного питания. В меню рыба, овощи, молочные продукты, фрукты, нежирное мясо, курица. Но главный секрет Анастасии – сладкая курага. В какой-то момент моя мама привезла мне эту, ту же сахарную курагу, а я ее очень люблю. Ну, мне просто нравится. И я съела там, наверное, полпакета этой кураги и поняла, что оно работает. И каждый день. У меня просто традиционно после завтрака, ну, то есть позавтракала с чаем там 2-3 кураги, пообедала с чаем 2-3 кураги, поужинала с чаем 2-3 кураги. Обязательно. И, может быть, это я, конечно, придумала себе в голове, но в моем случае мне это очень помогло. Я довольно быстро пришла в форму, сбросила лишние килограммы. В первый же год новой жизни Анастасия похудела на 14 килограммов и с тех пор не жаловалась на фигуру. Даже позднее, выйдя замуж и родив ребенка, она очень быстро вернулась в форму. Почему курага для женщин важна? Содержит много калия. Калий способствует быстрому обмену веществ, ускоренному обмену веществ, через почки и удаление токсинов. Курага нужна во время беременности, чтобы снижать токсикоз. При полноте в организме задерживается много воды, поэтому ткани набухают, так сказать, удерживая воду. Нужно меньше соли, больше кураги, потому что калий и натрий – антагонисты. Калий способствует сбрасыванию лишнего веса, выведению лишней воды из тканей и межклеточных пространств. При этом курага содержит много других элементов. Магний усиливает кровообращение или ускоряет кровоток. Кальций поддерживает сердечную мышцу. Поэтому курага считается одним из самых полезных продуктов для сердца. Это сушеные абрикосы. Значит, мы должны говорить об абрикосах. Абрикосы – это солнечная энергия. Это огонь. Они содержат соль и солнце. Только надо соль и солнце – золото. И курага почему очень полезна для лечения сердца? Потому что сердце у человека болит, когда у него преобладает холод. Значит, курага разогревает сердце, делает его теплым. А теплое сердце, оно становится мягким, пластичным. Исследователь ведических традиций Сергей Дьячков утверждает, что курага – один из популярных ингредиентов для приготовления индийских сладостей. Например, сладких шариков – любимого лакомства бога мудрости Ганеши. И все эти сладости, те сладости, которые можно найти в России, и те сладости, которые несут саттву. То есть есть определенные продукты, которые наполнены саттвической энергией. Саттва – это составляющая радости и покоя. Итак, мы берем курагу, начинаем складывать блендер. Начинаем смешивать все ингредиенты. Кроме кураги потребуются изюм и грецкие орехи. Все ингредиенты надо мелко перемолоть и смешать в однородную массу. Добавить топленое масло и мед. Тщательно перемешать. Затем нужно вылепить шарики и обвалять их в кунжуте. Я еще добавляю чернослив, можно добавить. Это тоже определенный такой пикантный ингредиент. Он дает определенный привкус. Так, ну, в принципе, можно добавлять специи, допустим. Добавить немного, если сейчас вот такая холодная погода, можно добавить немного имбиря. Он придаст шарикам такой именно теплый вкус. И вот. И затем мы то, что у нас получилось, выкладываем вот сюда. Любопытно, что и топленое масло, и мед, и сухофрукты, согласно Аюрведе, входят в список продуктов, одинаково полезных для обоих полов. Однако на первую строчку в этом списке по праву можно вписать самый важный компонент, без которого не должно обходиться ни одно блюдо. Любовь. Тут можно сказать, что современные даже научные исследования показывают, что если человек без души готовит пищу, то человек, принимающий пищу, имеет абсолютно такое же выражение лица, даже если он принимает, ну, в общем, с каким лицом готовишь, с таким мужик есть и будет. Даже в современном обществе, где домашние обязанности все чаще делятся поровну между мужчиной и женщиной, кухня по-прежнему остается женским царством. Специалист по Аюрведе Елена Перепелкина уверена, так предначертано самой природой. Энергия женщины – земля и вода. Именно эти энергии питают все живое в нашем мире. Путь сердца мужчины лежит через пищу, ведь на самом деле женщина действительно должна питать. Раз она земля и вода, она и должна питать мужчину. Кроме своей основной функции – накормить голодного главу семейства, женская стрепня имеет еще одну, гораздо более важную цель – привязать мужчину к дому, к семье, к женщине. Эти традиции повторяются у многих народов, в том числе и у тех, кто до недавнего времени и представления не имел об Аюрведе или любой древней науке. Для этого у женщин существуют свои особые рецепты. Например, жительницы Русского Севера пекут для своих любимых особые булочки. Готовится, казалось бы, там обычное тесто на закваске или там на дрожжах, но внутрь вкладывается сливочное масло, внутрь вместе с сахаром. И когда печется эта булочка, то это масло с сахаром внутри там просачивается, опять же, по принципу солнышка во все стороны, то есть стрелами, понимаете как, да, лучиками. Это как женская сущность эта булочка с нектаром внутри. То есть ее собственный нектар – это и есть символ этой булочки. Во время приготовления пища, особенно из теста, впитывает в себя энергию того, кто ее готовит. Вложенная женщиной любовь и забота передаются мужчине, окутывают его словно мягким одеялом. Вот эта такая булочка, приготовленная женщиной, это и есть путь к сердцу мужчины, потому что она вызывает еще сексуальный такой эффект, как можно сказать, на подсознание. Если же еду готовили недобрые руки, она не только не пойдет на пользу, но может и навредить. Этот факт был хорошо известен нашим предкам. Именно к нему восходит давняя традиция не есть в доме врага или недоброжелателя. Да и просто нейтральный чужой человек никогда не сможет дать нашей пище нужного энергетического заряда. Есть же разные семьи, к примеру, материально очень обеспеченные, когда мужчина позволяет своей жене заниматься тем, чем она хочет. И если она занята разными своими какими-то интересами, ей некогда заниматься тем, ей не интересно заниматься тем, о чем мы с вами говорим. У них может быть гувернанка, домработница, помощница по хозяйству. Разве может она участвовать в этом вселенском акте, о котором мы с вами говорим? По мнению Елены Перепелкиной, если в семье готовит не жена, а прислуга, или же пара постоянно питается в ресторанах, рано или поздно это приведет к расладу. С этой точки зрения, даже самое простое блюдо, приготовленное любящей женщиной, способно наполнить мужчину энергией. Наши предки верили, готовя для любимого, отдавая еде свою энергию, женщина будто бы проникает в мужчину через пищу, сливается с ним. В этом случае обратная связь от мужчины к женщине будет максимальной. Такая пара живет в гармонии с собой и с миром. Ведь женщине удалось найти самый верный путь к сердцу своего мужчины. Что ж, не могу не согласиться с автором этих строк. А еще вот что хотел бы добавить от себя. Принято считать, что труд создал человека. А вот я думаю, что любовь. Только любовь. Причем любая. Счастливая и несчастная. Короткая и длинная. Взаимная и неразделенная.